Слушайте Радио Болтком Прослушайте промо программы Прямая Речь Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу Прямая Речь Слушайте по четвергам с 17 до 18 часов Добрый день, уважаемые радиослушатели Продолжаем работу в прямом эфире Сейчас у нас на прямой связи посредством зума будет депутат Сейма Дидзе Шмидтс Добрый день Нет пока у нас звука Дидзе, слышите ли вы нас? Нет звука Вот, сейчас есть, наконец-то Да, добрый день, Дидзе Такой может быть первый вопрос Я знаю, что ваши коллеги по оппозиционному лагерю выступили с такой инициативой Это были представители Зеленых Кристиан и Согласия, и независимые депутаты Ну, с обращением к президенту С просьбой Как-то Поспособствовать отставке правительства Мы знаем, что по конституции нет таких полномочий у президента Как вы все это оцениваете? Действительно ли вы считаете, что вот Кабинет Каринча в этой обстановке Ну, не справляется, мягко говоря И нужно новое правительство Или нет? Как вам кажется? Ну, ясно, что Правительство не справляется Это, я думаю, всем уже давно очевидно Вопрос в другом Вопрос, когда Каринча ставили Вообще-то все знали его политическую карьеру 20 лет уже политики Ну, в 2002 году первый раз выбрался всем Был министром экономики и так далее, и так далее Все его знали Все знали, какой у него стиль работы Какой он руководитель И для меня никаких-то, скажем так Все, призов нет, да? Его премьерство не показало, да? Я считаю, что В принципе, ну, вся эта ситуация с пандемией и ковидом Она просто показала Концентрированную Скажем так В концентрации то Как страна руководится Ежедневно уже В течение 10 лет, да? То есть мы стимулируем Мы стимулируем, скажем так, государство С умными лицами Типа показываем, что мы очень заботимся Куда-то ведем страну Это все такая иллюзия То, что политический строй умеет Это стимулировать и, конечно, забрать наши деньги к себе Это просто сейчас очень-очень видно И ничего там другого не произошло Так что то, что у правительства Каринча будет никакой Я знал Когда его потом поставили Насчет того, что у нас смена правительства Я знаю одно В Латвии сейчас Смотря на наш парламент Сегодняшний уровень Интеллигентный уровень парламента Я знаю, что можно будет Точно можно быть и хуже Можно ли быть лучше? Не уверен Но это все зависит от того Насколько низкое шоу это правительство будет падать Конечно, если там Останется один пациент Который поддерживает Сейчас 25 осталось От 100 Но когда упадет до 5 пациентов Тогда, наверное, просто Инстинкт самосохранения Может подтолкнуть Искать решение Тех политиков, которые сегодня Если их так можно назвать Политиком Сегодня в власти И в этот момент Все может произойти Но я считаю, что На данной ситуации Что мне бы было В смысле, что я бы считал Правильным Это искать премьера Я не вижу в этом парламенте Следующего премьера Вообще премьера не вижу Я считаю, что Особенно в такой ситуации Как сейчас И это не только Передадеть кризис ковида Но это потом Строить экономику заново Нам нужно Премьера Лучшего из лучших В смысле Премьера с опытом Лидера В большом Экспортирующем предприятии Который перешел через кризис Который умеет Увольнять тех Которые не умеют работать Приглашать на работу Лучших Которые Способны Руководить предприятием Я считаю Когда-то это упрекнули Шчелы Что он сказал Что государство Должно Управляться Как предприятие Как предприятие Кстати Многие не знают Что это Шчелы взял Билла Клинтона Билл Клинтон Сказал первый раз В 92-м году Когда его выбрали Президентом Холодная война Кончилась И Соединенные Штаты Думали Как идти вперед И тогда После Саммита Литер-Рок Где все умные Кажем так Ум Америки Две недели Сидели Думали Что дальше После развала Советского Союза Они вышли С каким-то Зрением Что страна Должна Рокладиться По предприятию Шчелы только Это взял От него И в принципе Я полностью согласен Потому что Страна и есть В каком-то смысле Предприятие Если мы сравниваем Как работает Государство Предприятие Акционное общество Очень похожее У нас же бренд есть У нас есть название Латвия У нас есть флаг У нас есть акционеры Которые Если на страну Смотрите Все жители Все граждане Латвии Которые тут живут Они акционеры Государства Латвии Предприятия Латвии Они выбирают Акционерный совет Это парламент Который Это тоже как Предприятие Которые потом Выбирают правление Власть И это Валда Правление Да Правление Правление Просто Мы Ведем Страну Как предприятие Как Вопрос Каким образом Ведем Предприятие Которые Хотим Разворовать Предприятие Которые Мы хотим построить лучшие в регионе, где люди хотят жить, развиваться и видеть свое будущее. Вот и все. История в том, в чем, что если ты живешь в каким-то эволюционном мире, типа, ну, мы же вперед идем, не так хорошо, как когда-то, ну, идем. Да-да, но это когда ты смотришь в сравнении с другими странами, Эстония, Литву, которые наши конкретные конкуренты, если ты, скажем так, не умеешь свое предприятие и государство вести вперед, то ты теряешь, в конце концов, своих акционеров. Они могут и перейти к другому предприятию, как работник и как акционер. То, что и произошло в течение последних 15 лет, мы потеряли около 300-400 тысяч акционеров из Латвии. Так, я это вижу. Я не надеюсь на здравый ум в этом парламенте сегодня добиться такого взгляда, что мы должны найти предпринимателей с опытом, которые могут реально руководить правлением. но, может быть, если будет еще, если будем падать с такой скоростью, как сейчас, может быть, просто уже не будет другого выбора. Это возможно, я на это много не ставлю, но это единственная, которая бы, я бы сказал, ситуация, где бы я был готов сказать, ладно, Каринч, чего ходить, и нету смысла менять Каринча на Каринча-2. Никакого. Только хуже. Вот все-таки вам, как депутату, ну, нет такого чувства иногда обиды или отчаяния, что вы понимаете, что вот приняло какое-то решение правительство, потом этот законопроект придет всем, и практически нет никакой возможности повлиять на этот процесс, то есть работает опять машина для голосования, и всем понятно, в 99,9% случаев все будет принято так, как решил Кабинет Министров. Да, и люди даже, ну, и депутаты коалиции, даже большинство, я не скажу, наше себя, довольны тем, что они, ну, рады тому, что не надо думать даже об этом законопроекте, потому что есть традиционный договор, где они не имеют права оставаться в своих фракциях и в партиях, и не имеют права выступать против, тех законопроектов, которые ведет правительство, то есть они даже рады, что не надо там вглубляться, то есть, ну, извините, ребят, мы там коалиции, ну, что мы можем делать, мы голосуем, как голосуем. То есть парламент на сегодняшний день вообще не имеет ту суть, которая у парламента должна быть, то есть дискуссии, дебаты, где спор, где побеждает лучший аргумент, такого в Латвии давно нет, это надо менять скоро на будущих выборах. выборах. Мы много, часто говорили, что в Латвии слишком много партий, нет, в Латвии слишком мало лидеров политики. И надо искать, в том числе, я считаю, что надо искать способы, как систему нашу выборную, вообще политическую, сделать так, чтобы лидеры вообще могли показаться политикой, появляться политикой. я не знаю, почему у нас процентов и барьеров есть процентов, потому что если у тебя есть один голос, почему процент голосов, почему ты не могут быть всеми, почему у нас только пропорциональная, а не смешанная система, почему президент не выбирается народом и так далее. То есть сегодняшнее правительство и власть в целом показала то, что она не умеет руководить страной. И думаю, если бы сейчас все эти решения, которые принимаются правительством, можно было бы принять в референдуме, и думаю, принимались бы намного умнее решения, чем принимаются правительством. То есть и тогда уже легитимность правительства ноль. В смысле надо отдавать власть обратным людям, надо вернуть референдум, надо вернуть возможность выбирать президента, надо вернуть смешанную систему, надо создавать обстоятельства, где те, которые есть способности, которые в жизни что-то добились, доказали, что они умеют, были бы заинтересованы в те политику и смогли бы там пойти. Я думаю, что с одной стороны, конечно, ужасно для тех семей, где погибшие от COVID, я бы так сказать. С другой стороны, философически, смотря, эта ситуация, я думаю, очень... Там и есть плюсы. Она показала, что как действительно дела обстоят. И я вижу, это не то, что я надеюсь, я вижу, что есть потенциал людей войти в политический процесс уже на следующие выборы, которые... Ну, очень много людей не имеют сегодня права заниматься тем, что у них интересно в жизни, да. Это не только по COVID, это по налогам, по бизнесу и так далее, которые поняли, что, ладно, слушай, слишком долго меня оставляли власть, скажем так, не самым умным людьми Латвии, и, наверное, надо идти, про крайне мере, на какой-то срок, да, и поменять. Я бы сказал так, Латвия, если сравнить с поездом, да, Латвия, это поезд, который как-то вперед едет до сих пор, ну, по коим-то, скажем так, ну, не по рельсам, а рядом с рельсами, да, там шатается, там, там, люди там не могут не читать, не спать, не работать в этом поезде, но надо просто его поставить обратно на рельс, чтобы мы потом могли каждый заняться тем, которым мы, где у нас есть таланты, и где у нас получается. Но сейчас, сейчас, надо сам поезд обратно на рельс поставить, это возьмет какое-то время, ну, и надо мобилизироваться скоро. Такой, может быть, вопрос, ну, есть традиционное представление о политическом кризисе, и считается, что политический кризис, это вот, ну, к примеру, происходит правительственный кризис, и дальше они могут долго сформировать правительство. Но сейчас у нас, по-моему, другая ситуация, вот, Вячеслав Домбровский, тоже ваш коллега по сейму, сказал, что речь идет о полном сращивании или слиянии законодательно-исполнительной власти, то есть уже нет разницы между правящими депутатами сейма, правительственным президентом, который, к сожалению, насколько я понимаю, тоже никоим образом не пытается какую-то вот независимую позицию выдерживать и поддерживать все, что только коалиция не предлагает. Ну, так и есть, да, я считаю, что у нас абсолютно политический кризис, и поэтому я говорю, что систематические изменения, в смысле, ничего умнее демократии никто не придумал, да, и, конечно, у нее есть минусы, не всегда референдум или другим способом люди принят, будут принимать самые умные законы, может быть, но это будут их законы, они имеют права ошибаться. То есть, то, что я думаю, произойдет, и что мне бы было интересно политикой, то есть, надо идти в политику, чтобы вернуть власть обратным людям, да, мы видим, как, мы видим, какой результат, когда выбирается президент парламентом, да, это, ну, вот, мы видим, они ищут такого же, как и они, чтобы тот никогда бы в жизни не был критиком их поведения, да, кстати, эта проблематика, проблематика выбирания президента народом, она уже в 34-м поднялась, да, и двухщений в парламенте прошел закон изменений в соответствии, которое уже предлагало выбирать народом, было бы третье чтение 18-го мая, если не ошибаюсь, если бы 15-го мая не был бы первый раз страны, сказал Сумман, он узнал, что его никогда не выберут, да, так что это уже, мы уже проходили, в принципе, надо в третьем чтении этот закон закрыть, да, выбираться президентом страны, людьми, потому что тогда, я не говорю, что чудеса будут на следующий день, но люди будут участвовать в политическом процессе, дебатировать, слушать дебаты, дебатировать между собой, да, спорить и выбирать, и тогда этот будет президент ихний, да, выберут иногда, может быть, будет случай, если выберут не самого лучшего, но ничего, это будет ошибка, которая будет корректироваться потом, ничего в ней, как власть народа не придумана, монархию мы тут не построим, диктатуру не только не надо, но это, ну, не надо, не будем обсуждать даже, то есть самими и надо это все строить, я думаю, что это будет очень большой, свобода демократии будет очень большой вопрос на следующие выборы, не только экономика, но и этот момент, вы думаете, что... надо вернуть народу, я считаю, что это дорого, я извиняюсь, но если собрается 10 тысяч подписей сегодня, законно дается парламент, то есть, заместитель народа, а почему он не мог гадаться по прямому народу решать, не надо с каждым 10 тысяч подписей сразу на следующей неделе делать референдум, эти вопросы можно собрать вместе, у нас в течение 5 лет 3 выбора, то есть, и на следующие выборы, все равно, как и парламент или муниципалитет, или европарламент, эти вопросы, которые попали на референдум, отдельным списком попадают на этот референдум, и народ решает, ну, где проблемы, и они... эти такие шаги, которые должны будут сделаться, чтобы эту ситуацию в политической картеле все, как происходит, поменять. Да, вот такой вопрос, которого не могу не задать, вот распуск парламента в данный момент, что-то бы дал, потому что время от времени такие идеи звучат, мы знаем, что даже были попытки, сейчас, кстати, очередная попытка сбора подписи за референдум, наверное, шансов немного, как вы считаете, или это не рецепт? с точки практически, я думаю, что это не вариант сегодня, потому что, чтобы распустить парламент, он должен это сам решить, я не вижу, как это может произойти, или же президент может этот вопрос поставить на референдум, он сам не увольняет парламент, он предлагает увольнять, и тогда идет референдум, сегодня я не уверен, извините, кого отпустит, парламент или его, потому что, если референдум негативный, то уходит президент, уходит президент, да, так что, я думаю, президент не очень уверен должен быть в этой ситуации, кого выберет народ, выбрали бы обеих, но обеих выбрать нельзя, надо парламент или президент, такого, очень хороший вопрос, кстати, всякое может произойти, да, поэтому это практически невозможно, а теоретически, конечно, если бы у нас был президент, ну, президентственный, они, как сказать, манекен президента, тогда, конечно, я думаю, что ситуация была, сегодняшняя ситуация, когда такое правительство и есть, нельзя создать другое, очередные выборы ничего особенного бы не было, я не люблю название Роспуск-7, я говорю, не очередные выборы, это нормальная ситуация в любой стране, это, я не думаю, что это бы дало сразу утром очень хороший результат с точки зрения там зрелости парламента, но это, по крайней мере, показало, что происходит с парламентом, который абсолютно не умеет выходить страной и который кидает свои обещания на следующее утро после выборов, да, и это было просто такой, ну, урок, да, урок в будущем, немножко поступать по-иному, но не будет этого урока сегодня, может и даже хорошо, надо прожить с этим ужасом, который на шоссе, чтобы потом построить быстрее что-то, что-то лучше, да, если выборы выпили через месяц, я не думаю, что мобилизации новых политиков или, ну, новых политиков людей бы произошло ну, нормальным образом, так что придется теперь ответить с этими до момента, когда они уже будут паниковать и, может быть, найдут кого-нибудь лучше себя, поставить на место, чтобы просто выжить до выборов, или же, ну, это не произойдет, и на выборах мы должны это менять, и я думаю, я даже не знаю, кувал, что я оставляю, надо менять очень сильно. Вот, это интересное замечание, ведь иногда людей что раздражает, ну, то, что когда государство требует от индивида, да, она к нему, от него требует, не знаю, полной ответственности за любую какую-то погрешность, мы знаем, да, там, не знаю, просрочил, там, выплату налогов или коммунальных, или там, не исполнил то или иной закон, там, административное наказание буквально неотвратимо. Здесь же, когда вот мы видим этот скандал недавний с тем, что выяснилось, что мы не закупили вакцины, хотя у нас была такая возможность, было какое-то служебное расследование, и выясняется, что вроде бы никто не виноват, заседание, никто не протоколировал, ну, на что, госуправление или у нас что, какая-то, не знаю, просто посиделки на базаре, вот люди посидели и разошлись, никто ничего не протоколировал, никто ни за что не отвечает, как это может быть вообще? Ну, это, такая ситуация может быть потому, что люди, которые выбирают депутатов в парламент, как-то посчитали, что не надо там особенно вникать, не надо самим особенно политикой заниматься, у нас до сих пор, я думаю, это, не знаю, советский ремонт или вообще в истории, у нас как-то участвует политик и будет быть активным и следить за том, как происходят дела, они не очень, скажем так, популярны, да, и думают, что мы должны, и в смысле, но это может и в проблеме роста, да, мы сегодня, если сравнить, не знаю, ну, там, здание, которые сегодняшняя республика, королевство, датского, ну, мы и так, если 12 классов, в школе-то, ну, мы сейчас третьем, да, нельзя знать третьего класса показателей восьмого, да, это, это, это объективно, я думаю, у нас страна, вот, ну, 50 лет еще, не произошло пока свободная страна, около 50 лет, да, демократически еще меньше, так что, это одна страна, ну, другое, конечно, ну, ладно, я не хочу тоже все равно там, это моя страна, очень ругать, мы должны это просто менять, и уже не важно, почему так, так просто и есть, мы так концентрировали, что эта власть не отвечает ни за что, она, ну, надо карнище посмотреть, ты же видишь, он вообще так недоумение, что вы меня ждете, но это два раза в неделю собирают, всех там спрашивают, как дела, да, что же вы от меня хотите, это как руководить процессом, это значит, извините, если ты сказал, если ты сказал, что приоритет номер один в стране вакцинации, не буду что-то обсуждать правильно, неправильно, но он сказал это, президент сказал, в этом пункте у нас полный, просто полный кошмар, но тогда, если ты не следишь, если ты не умеешь охватить приоритет номер один в стране, то что ты умеешь, это просто показывает, как мы находим процесс в целом, это показывает, как мы думаем насчет инвестиций, это показывает, как мы думаем насчет нашей внешней политики, как мы защищаем свои интересы, понимаем не вообще, что такое национальный интересы страны, это все концентрировано, показывать. Просто вот возьми, скажем так, любой может посмотреть, здесь очень интересные таблицы, да. Взять просто какая-то, как это, русский, ИКП. Да, ВВП. Да, ВВП. Этот график. Взять график вакцинации. Ну, то есть в сравнении трех балтийских стран Латвии, Эстонии, Литва. Если на этом графике закрасить название, ты сравниваешь тем вакцинацией с темом роста ИКП, и ты не отличишь, который график, ну, то есть они одинаковые. То есть, что я хочу сказать, что, вот, например, как приоритет номер страны, приоритет номер один страны, наши результаты абсолютно совпадают с тем, как у нас развивается в сравнении с политическим странам, наше экономическое развитие в течение последних 20 лет. Так что, вот это концентрация, ну, это просто надо менять. Ты не можешь, если человек не понимает, что такое экономика, как вообще деньги попадают, как крутятся деньги, где начало, где конец, что такое налоги, что, понимая налог, не всегда получаешь больше, и так далее, такие вообще-то примитивные, примитивные ситуации, которые, и которые не волнуют, что будет с государством через 20 лет, это волнует, будет у него хороший портрет у станины, да, таких людей нельзя дождаться другого результата. Вот это то, что я хотел вам следующий вопрос задать о результатах. Вчера вот в Латвии гостил министр иностранных дел Эстонии, ну, и по результатам этого визита два министра заявили о том, что именно Латвия и Эстония будут особенно активны в требовании введения новых санкций в отношении России. Я сейчас даже не хочу это обсуждать всю эту историю с Навальным, это, наверное, тема отдельного обсуждения, кто там прав, кто виноват, но вот сам факт, что мы все время пытаемся по крайней мере в публичном пространстве стоят в авангарде принятия санкций в отношении своих соседей. Там, я имею в виду и Россию, и Белоруссию. Не обсуждая вот то, что там происходит внутри, это, наверное, тема отдельного разговора. Вот сам факт, это правильно, что мы вот идем в авангарде вот этого санкционного противостояния? В сравнении, внешне это показать, кто умеет кричать в зоопарке в детстве медведя, да, даже если глядить от открытия, просто внутренняя подойтика не внешняя. Первый пункт, да. Второй пункт, как бы нам не нравился, как говорил сосед, как бы нам не нравился наш сосед, в таком микро, не макро, а микро ситуации. Живем ли там 12-этажный дом, да, и там много квартир и так далее, и наши конкретные соседи, но нам не нравится, да, они шумят, они не знаю, что там еще хотят от нас, да, там велосипед брали и так далее, я шучу, но у тебя нет возможности поменять квартиру, да, ты просто тут, ну, жизнь, жизнь, да, ну, есть, конечно, одна тактика все время показывать на него пальцами, ну, обзывать разными словами, да, насколько бы это справедливо, может быть, иногда и не было. Говори, просто думать, как, ну, как правильно себя вести, чтобы, чтобы, чтобы этот конфликт не перерос там в драку или что еще похуже, но вот, вот этот ум, да, как себя вести у нас очень не хватает, не хватает этого, и поэтому мы еще там всякие исторические обиды, не можно простить того, что свою страну не защищали свое время сами, мы ищем все время виноватых, почему у нас не так все идет, да, хотя я не говорю, что все было историей справедливости в Латвии, да, но это трата, лишняя трата времени, если мы смотрим вперед и хотим свое государство развивать, никогда не сможешь, если ты смотришь лицом назад, ты стоишь задом вперед, да, и истории надо забывать, но надо развивать свою страну, да, у меня всегда примеров няньи, да, наверное, еще можно было побольше плакать за историю последнего времени, да, но она как-то одна война закончилась, они решили, что надо поставить точку, экономикой, да, надо развивать свою экономику, работать и так далее, да, и будет, ну, ну, да, ладно, не буду уже больше ничего добавлять. Да, возвращаясь все-таки к экономике, вот сейчас есть такая возможность получить дополнительные европейские деньги в качестве грантов, я имею в виду вот этот вот от в Солюшеносу нотрибис фонс, которая позволяет, ну, я так понимаю, так думает Брюссель, по крайней мере, чуть-чуть стабилизировать экономику, пострадавшей от пандемии, 1,6 миллиардов, это то, что нам обещает точно, может быть, даже до 2 миллиардов, и уже, я так понимаю, волна критики была со стороны социальных партнеров правительства о том, что опять-таки 80%, если не больше, вот тех этих средств уйдет вот через министерство, где реальная экономика, ведь деньги должны делать деньги, так я понимаю, если мы хотим вообще вот этот ИКП, как вы сказали, или ВВП чуть-чуть нарастить? Ну, это контекст всего того, что мы уже сегодня говорили, это нельзя ждать людей, которые не понимают, что такое инвестиции, что такое прибыль, да, а чиновничество это ждать нельзя, не зря они чиновники, это надо было как будто сдать от политиков, мы часто показываем пальцем на чиновников, я не показываю, я считаю, что на чиновников можно пальцем показать, если он не исполняет, то есть политику создает, политики, да, которые выбираются, а чиновники, скажем так, не дряют в ту политику, если неплохо не дряют, тогда, конечно, они должны быть не мясы, но если эти 2 миллиарда просто конкретно, если бы мы снова начинаем, как всегда, в смысле, вот посмотрим, где Евросоюз их разрешает тратить, и давай посмотрим, как мы их потратим, депутатизация, там, это CO2, ну, CO2, видишь, мяч, да, и так далее, а надо было подходить абсолютно другому образом, да, ставим приоритеты, которые у нас, скажем так, в экономике, посмотрим, где бы мы хотели вместиться, чтобы развивать тут иной сектор, и когда мы это все поставили, поняли, тогда смотрим, какие деньги у нас есть, бюджетные деньги, 22 миллиарда, ладно, нельзя там конкретно завод строить за эти деньги, но это, наверное, было действительно слишком много уже спрашивать, сервис-люзик, вот там можно что-то дигитализировать, там можно какие-то еще вещи сделать, но если просто эти 2 миллиарда, например, вложили в лесной, ну, международная, да, или в сверховом хозяйстве, где СО2, где очень важно, в смысле, ничего лучше, они не о, да, что-то проживалось, да, то есть это все 2 миллиарда можно было положить экономику, реальную экономику, где от этого ушел плюс, если было понимание и желание этого делать, нет ни одного, ни другого, к сожалению, ленинг, поэтому нам надо быстро менять, это не вопрос ковиду, нам надо грузовое поведение, потому что, ну, который понимал бы, что такое деньги, где они, откуда они идут, и как их положить, чтобы они в будущем не минус сделали нам, а плюс, да, если мы просто, например, этот, ну, как это по-русски CO2 измешки. Ну, это фактически выбросы CO2 для кислого газа, да. Ну, если просто вот я расслужил, поставил, что вот надо минимизировать выхлоп CO2. Всем известно, что самый лучший абсорбирует CO2, это дерево, лес, который зеленый лес, да. Так скажем, по-простому, да. Мы очень хорошо умеем развивать это. Кладываем эти деньги там, потом кладываем эти деньги на построение. То есть надо было в национальном уровне принять решение, что социальные дома, то есть любые дома, которые строят муниципалитет или государство, строятся из дерева, потому что дерево сохраняет этот CO2. То есть мы могли скажем так пол-Рига, где у нас архитектура дерева, построить новые дома из дерева. И доказать, что это снижило CO2 на все нужные проценты. И таким образом развивать целую экономику. Мы знаем, что в Японии сейчас небоскреб строится из дерева. Мы не могли этого делать. Я могу много примеров назвать, где бы эти 2 миллиарда было слишком мало чтобы одну отрасль развивать мировым образом. У нас есть все возможности, у нас есть прекрасный экономический сектор, как лесной, где мы уже много сделали, но не знают, какие у нас достижения там у Латвии, но там, если просто там правильно ставить 2 миллиарда, это можно было сделать так, чтобы Яроссел сказал, молодцы, мы построили свою экономику. Очень просто. Может быть, такой вопрос последний, фактически вы уже начали на него частично отвечать по поводу каких-то приоритетных отраслей экономики. Еще до пандемии возник вопрос, как дальше Латвия будет зарабатывать, с учетом того, что нерезидентского банковского бизнеса после капитального ремонта, который господин Каренч провел, у нас больше нет, транзит, мы тоже видим, что происходит, падение такое катастрофическое грузопоток и по латвийской железной дороге, и через порты, что дальше, как мы вообще, за счет чего мы будем развиваться? То, что я только что говорил, у нас есть секторы, которые объективно лидеры, которые, если бы от лесной индустрии получали бы все, что там возможно получить, в смысле, начиная с того, что мы выращиваем маленькое дерево, продаем его в Китае, чтобы там обзаренить все, кончает того, что у нас мосты, дома строятся из дерева, и мы это экспортируем. У нас, например, 10 лет была ситуация, что в Латвии производились пятиэтажные дома для Норвегии, в латвийском производстве, здесь, для Норвегии, но латвийские законы не разрешали только устроить в Латвии. В смысле, просто, когда наши министерства экономики прийти, говорят, вот нам сейчас добавленная ценность, нам не интересуют заводы, нам интересуют сразу 3000 зарплаты рабочих, чтобы такую экономику мы хотим строить. И хотеть можно, но ты не можешь, как я уже говорил, с третьего класса потом на следующий год вузы закончить. А что там будем четвертый, пятый, шестой проходить, давайте сразу доктором станем. Так не происходит, надо через все ступени пройти. То же самое, у нас, если посмотреть на любую страну вокруг нас, сначала эта страна развивалась в том, что она использовала свои народные ресурсы, у нас лес, хозяйство, рыбное хозяйство, и так далее, то есть те ресурсы, которые Бог дал нам, из этих ресурсов максимально давать ценности. И только потом уже происхождение, то есть рыбы свистая. И тогда ты можешь достичь, тот же самый пример Nokia, сейчас его не дают как пример, но я как раз сейчас его даю пример. у меня отец в детстве помню, у него были резины сапоги, Nokia, потом они дошли до мобильных телефонов, потом когда Apple обыграл, они ушли с мобильных телефонов, коммуникационный бизнес, они очень хорошо развиваются сегодня, это просто не видно, потому что не те телефоны сегодня используем, это невидная часть бизнеса. Но они не начинали с резиновых соколов, и так же сами у нас, у нас есть какие-то ресурсы, надо сначала развивать все эти ресурсы, конечно, вкладывать, если я сегодня спрашивали самые лучшие инвестиции, я бы сказал этот человек, мы должны инвестировать в кадр целого излит, ибо он излит. Это правда, да. Потому что нет у нас других ресурсов. У нас и других стран, потому что знаешь, как они сказали, мы в Финляндии были с комиссией, они сказали, вот они думали, где Финляндия будет 30 лет назад, комиссия будущего, да. Они посмотрели, что комиссия будущего думала о том, где Финляндия будет сегодня, 30 лет назад, да. они поняли, они поняли, что самые смелые прогнозы три раза обогнали, да. И они решили так, что нельзя сказать, нельзя прогнозировать, где Финляндия и мир будет через 30 лет, да, потому что ну это так быстро развивается, что не можно попасть сегодня это предвидеть. Поэтому то, что они решили инвестировать еще больше денег в свое систему образования, да, и поставили цель, что через 30 лет каждый второй Финк минимум с градом магистра. Идея такая, что мы должны инвестировать в людей, что они были образованные и умные, чтобы они после 30, через 30 лет смогли справляться с теми, с теми, с теми ситуацией, которые будут. это сможет только образованный человек. Это правда, да. Спасибо большое за исчерпывающий комментарий. Диди Шмидт, депутат Сейма, у нас был на прямой связи посредством Зума. Большое спасибо. Спасибо, Тан. Спасибо. На одной волне с городом.